Здарова всем, ребята, Акент, пока на проводе, и прямо сегодня я хотел бы помочь одному из своих подписчиков и подарить свой аккаунт Stand of 2. Знаете почему? Потому что у этого подписчика нету матчмейкинга, его забанили в матчмейкинге просто так, просто так, ни за что. Это 100% можете посмотреть мое прошлое видео. Также, ребята, у него старенький айфон 6s, он очень бедный, из бедной семьи, и мне просто реально стало его жаль, и я решил предложить сыграть дуэль на аккаунт. Но я вам скажу так, как бы эта дуэль не закончилась, я хочу в любом случае подарить ему аккаунт. Ну что же, приятного просмотра, а мы начинаем. Но перед началом данного видеоролика хотел бы вам разыграть АКР Трэшер Хантер. Чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, напиши любые хорошие комментарии, плюс 100 идей, и третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единых перемоток. На G6 сыпнув вышло летнее обновление, добавили новые кейсики, а также бесплатные подарки, давайте их прямо сейчас заберем. Просто пополняешь баланс и забираешь подарки. Также добавили второй шанс. Что же это такое? С определенным шансом можно повторно открыть кейс и выбить более дорогой дроп. Не забываем про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду мы получаем еще один бесплатный барабан. Также по моему промокоду ты получаешь еще один очень огромный бонус при пополнении. Всем нужны промокоды и ссылки ты найдешь в описании. Ну что же, а прямо сейчас я покажу тот сам аккаунт, который я хотела подарить этому школьнику. Я только что зашел на аккаунт Руслана, именно этот аккаунт я хотел бы подарить ему, потому что, к сожалению, он забанен в матчмейкинге и не может нормально играть в стендов 2. Ну что же, давайте посмотрим на его инвентарь, что вы не думали, что я вам дарю какую-то лажу. Это очень классный инвентарь и, честно говоря, я бы даже сам играл бы с таким аккаунтом. Ну просто все идеально. Посмотрите, на каждое оружие, абсолютно каждое оружие есть какой-то скин. Вы посмотрите, как много всего, ребят. Я скажу так, что это очень даже неплохо. Например, на Тег 9 Фейбл даже есть вот такая вот крутая халавинская наклейка. Я считаю, ребят, что инвентарь нормальный, поэтому напишите ваше мнение по поводу инвентаря. Если он захочет, может все это продать, купить себе нож, а то и два ножа, потому что, ребят, тут очень дорогие скины. Один только М16 Винджет стоит 250 голды, ну вы прикалываетесь. А тут еще куча-куча аркан. Тут есть АВМ Генезис, который стоит 400 голды, много-много всего. Я считаю, что такой инвентарь будет неплохой. И я реально долго думал, кому же подарить этот аккаунт. Но все-таки я решил, что этот аккаунт я отдам Руслану, потому что у него старенький айфон, у него очень дешевый инвентарь. И его забанили матчмейкинг. Он вообще думал уходить из Слендофа, но я надеюсь, после такого подарка он явно передумает. Ну что же, полетели. Так, ну что же, я прямо сейчас его вызываю на дуэль, и мы посмотрим, на что же он способен ради этого аккаунта. Поехали. Поехали. Какие вопросы с аудиторией? Всем привет, я Коз. Конечно же, я немножко расстроен. Ничего себе, брат, ты мне плакал, в личах писал, что не можешь играть в ММ, и ты мечтаешь о новом аккаунте. Это правда, брат? Ну да. И прямо сейчас у тебя будет уникальная возможность, если ты меня побеждаешь, я тебе даю свой аккаунт, на котором куча крутых скинул. Ну что, родной, ты готов? Конечно, готов. Ну что, расскажи, как давно ты смотришь меня, и как давно ты играешь в Слендоф, чтобы я понимал, ну, насколько ты скилловый парень. Ну, играю где-то я два года, от тебя смотрю, ну, может, где-то полтора года, где-то так. Расскажи, потому что многие еще не верят, ты читер, или кто был у вас в команде читер? Как произошло, что ты получил 4 миллиона МР? Мало ли, кто не видел прошлое видео, расскажи. Нет, я не читер, со мной, получается, за КТ попался софт. Он до конца не палился. Ой-ой-ой, братан, ну, непогано, непогано, первый раунд вынес. Так, ну все, этот софт не палился, что было дальше? У нас мы сыграли первый раунд, счет был 1-0, мы выигрывали. В втором раунде уже был счет минус 3-15. А как такое может быть, а как такое может быть, минус 3-15? Что произошло? Ну, я даже, нет, ну я даже сам не знаю, у нас просто вот раунд закончился, а и минус 3-15 следующий наш, ксарал. А, я пол. Ну, ребят, ничего страшного, я считаю, что таким ребятам как Холмс надо помогать, его зовут Руслан, правильно? Да, правильно. И, ребята, прямо сейчас мы попытаемся Руслану помочь. Руслан, вообще расскажи, у тебя была мечта, чтобы у тебя был когда-то крутой аккаунт с крутыми скинами? Конечно, нравится, я всегда хотел, но я сам себе купить не мог. Ты зашел просто-напросто в ММ, правильно? Никого не трогал, и хрена тебе дали 4 миллиона мэра, и из-за этого ты забанен в стенд-оффе в ММ. Ну, это нормально, как ты считаешь? Я считаю, нет. Так, нормально. Я скажу так, что многие подписчики поставили много лайков, и все хотели, чтобы я тебе помог. Я считаю, что надо тебе помочь. Братан, я тебе дал уникальную возможность получить мой аккаунт, если ты меня прямо сейчас выигрыш в дуэли. Все, давай соберись. Ну, я постараюсь. Расскажи, как давно ты занимаешься киберспортом, какое у тебя есть вообще отношение к нему? Ну, киберспортом так, типа, я не занимаюсь. Потому что ты мне писал, что ты киберспортсмен, братан. Играл там на уровне Т4, Т3, ВК. Нормально, брат, нормально, нормально. Ну, то есть, Т3 уровень у тебя есть, хорошо, братан, давай. Да, ну, Т3 есть, да. Ой-ой-ой, нифига себе, 4-1, братан. Непогано, непогано. Слушай, такой вопрос. Я снял видосик про тебя. Мало ли, кто не в теме, то мое прошлое видео про этого парня. То, что ему дали 4 миллиона мэра и, по сути, он забанен в ММИ. Так вот, как изменилась твоя жизнь после того, как я снял это видео? Расскажи. Ну, в самой игре очень сильно, у меня очень много друзья, очень много писали в ЛС. Типа, писали в ЛС, и по прошайке писали в ЛС, и писали нормальные люди. Капец, у тебя и так нету скинов, и по прошайке все равно у тебя просили голду, правильно? Ты получил бан, у тебя старенький iPhone 6s. А это правда, что у тебя старенький iPhone 6s, бро? Да, правда. Блин, ну я считаю, надо помогать. Ну, это старенький, брат, ну это старенький. Ну, давай не говорить откровенно. Я считаю, что таким людям, как ты, надо помогать, потому что, ну, блин, я считаю, что даже какой-то Xiaomi лучше, чем старый iPhone 6s. По факту? Ну, это возможно, да. А, такой вопрос, а ты вообще с какой семьей? С богатой, с бедной, с обычной? Что можешь сказать? Средней, наверное. И не с бедной, и не с... Ну, не с бедной, не с богатой, но так с средней. Слушай, а родители тебе не думали помочь обновиться на какую-то более свежую модель телефона? Нету денег у них. Смотри, если у тебя появился бы хороший аккаунт, ты был брат или нет? Конечно, был бы рад. Братан, ну ты понимаешь, что прямо сейчас ты что-то проигрываешь? Понимаю. И что будем делать? Ты потому что у нас киберкотлета. Да не, я не киберкотлета, я обычный игрок, я чисто по чилю общаюсь, вешу техрешот и всем один. Братан, ну ты же тир-3 игрок. Не, ну, ребят, давайте говорить откровенно, ему неудобно играть на стареньком iPhone, это по факту. Я играю в СПК, мне гораздо удобней. Блин, братан, хочешь я сейчас тебя в МТХ покажу? Ну, давай. Давай, давай, просто дам тебе подержать в руках в МТХ, потому что я уверен, это твоя мечта. И слушай, еще такой вопрос. А ты пробовал связаться с разработчиками, чтобы они как-либо снизили те ММР? Ну, даже не пробовал, потому что, как мне кажется, это просто нереально с ними связаться. Ну, ну, отчасти да, они просто тебя заигнорят. Так, ну еще, держи скин, держи скин. Как тебе в МТХ, рассказы? Классные? Это, конечно, бомба. Ну все, брат, подержал, скрин сделал. Все, давай, играем дальше, да? Да, играем дальше. Честно говоря, мне очень обидно за тебя, то, что разработчики, ну так вот, наплевательски относятся, то, что ты, по сути, не можешь играть в ММР, это не по твоей вине, и в итоге, ну, и в итоге ты ничего не можешь сделать. Братан, я тебя победил, 8-1, получается, ты аккаунт не получаешь или как? Получается так. Ты расстроен? Ну, думаю, ну, расстроен, конечно, но. Ну, все по-честному, брат. Все по-честному скажи. Ну, согласен, согласен, все по-честному. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Что? Я такой человек, что если вижу, что кто-то нуждается, я всегда стараюсь помочь, потому, дружище, я все-таки хоть ты и проиграл, но все-таки я тебе решил подарить аккаунт, и я тебе прямо сейчас напишу логин и пароль. Серьезно? Да, да, ну, конечно. Спасибо большое. Ну, что ты какой-то, как будто не рад. Так, капец, ну, я рад, но просто не могу эмоции свои как-то... Ну, я понимаю, ты просто волнуешься, волнуешься? Да, да. Ну, что же, Руслан, прямо сейчас я тебе пишу логин и пароль. Ну, что, Руслан, Катя аккаунт, давай рассказывай. Аккаунт вообще бомба, я даже не ожидал. Спасибо, Кент, ты топ. Спасибо большое тебе. Это спасибо подписчикам, но мы можем обозрить или, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Мы сделали одного человека счастливым в этом мире. Ссылочки на лучший дизайн после индуфы есть в описании. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.